друзья всем привет сейчас я проведу для вас обзор этой двухкомнатной квартиры давай еще раз и очень гармонично она вписывается опять у нас свет потух потому что здесь датчик включения выключения света вот так вот нас встретили всем привет друзья мы находимся в двухкомнатной квартире дизайн которой мы закончили а также ремонт сейчас мы готовимся к фото сессии все вокруг бегают поэтому не будем обращать на это внимание я вам проведу быстренький экспресс обзор по этой замечательной квартире и так мы находимся в прихожей вот это вот входная дверь и вы уже обратили внимание что прихожая темная буквально выкрашены в черный цвет это сделано специально это сделано для контраста когда мы попадаем из темного помещения в светлое создается ощущение что то помещение гостиная еще большего размера но сейчас про прихожую входная дверь справа от нее полностью занимают шкафы вот эти черные дверцы с этими замечательными ручками это шкаф вот так вот он открывается эти ручки сделаны на заказ очень крутые мы долго искали того кто произведет эти ручки нам нужны были именно такой круглой формы вот именно с таким стебелечком чтобы это символизировало но цветочек если хотите очень симпатично и вот такие вот такого цвета они металлические на черном фоне выглядит очень эффектно здесь при входе консоль очень удобно положить ключи и очки там сумку может быть рядом пуфик на который можно сесть переодеть обувь ну вот например вот так вот сел и тут зашнуровался и пошел на улицу а здесь два зеркала одно наклеено на стену и здесь интересная фишка сверху на зеркало еще одно зеркало наклеено это просто такой дизайнерский прием дальше еще одни зеркала и вы видите какой они вертикальной формы здесь очень много вертикальных форм это нужно для того чтобы визуально приподнять потолок здесь очень будет много фишек которые расширяют пространство и поднимают потолок делают визуально квартиру больше вот цветочки вытянуты двери узкие высокие кстати обратите внимание еще раз про двери двери открываются это удобней чем делать вот такие раздвижные когда вы делаете раздвижные они находятся не в одной линии а как бы на в разных плоскостях это не очень красиво а когда дверки открываются то они в одной плоскости второе зеркало которое в прихожей это не просто зеркало это шкаф если мы его откроем то увидим вуаля очень много места для хранения например хранить обувь шапки шарфы и так далее какие-то коробки но это не всегда был шкаф когда мы делали перепланировку здесь был вход на кухню мы его замуровали зачем но во первых получить дополнительные места хранения а во вторых чтобы здесь никто не ходил и не разносил грязь по прихожей сейчас если вы обратите внимание это прихожая обособлена это очень важно сделать прихожую обособленная чтобы верхняя одежда обувь осталась именно здесь и больше мы сюда не заходили когда будем находиться в квартире дальше мы попадаем совершенно крошечный коридор которого практически нет здесь две двери оба скрытого монтажа обе двери скрытого монтажа двери invisible одна черная в цвет шкафа ведет в спанию вторая вот это ведет в санузел дверь сделана до потолка обратите внимание дверь до потолка дверь встроена в архитектуру стены вокруг нее сделаны молдинги если вы посмотрите на стену зеркалами это еще часть прихожей эта стена плавно переходит в гостиную и превращается в стеллаж сейчас у нас здесь стоят книги а также мы можем поставить любой декор во первых это функционально то есть у нас появились дополнительные места хранения ну опять же декор нужно куда-то поставить во вторых стена плавно перетекает из прихожей в гостиную а это опять зрительно увеличивает пространство что нам очень важно и опять обратите внимание стеллаж он как бы вытянутый по вертикали это зрительно увеличивает потолок идем дальше в гостиную гостиная не очень большая с невысокими потолками из гостиная у нас есть вход на кухню что в гостиной интересного во-первых это диванная группа это диван напротив телевизора рядом с диваном два кресла эти два кресла очень интересные они поворачиваются то есть мы садимся в кресло и можем общаться с тем человеком который сидит на диване а если захотим то мы можем повернуться к окну и помимо кресел почему вообще почему такие кресла здесь вообще появились почему нам нужны именно крутящиеся кресла они нужны для того чтобы мы могли не вставая с кресла греться у камина здесь камин под окном либо повернуться и разговаривать с тем кто на диване либо повернуться и смотреть телевизор либо повернуться в сторону кухни и общаться с тем кто находится на кухне очень удобный функциональные кресла и кстати в них сидеть очень удобно то есть очень эргономичные такой цвет мы подбирали специально он яркий чтобы выделить это место она у нас самое нарядное привлекает внимание ну и огонь рядом то есть это можно сказать цвет огня когда зажигается вечером камин то мы сидим любуемся огнем очень красиво поэтому черный фон здесь нам необходим мы ничего не видим кроме огня когда он горит вечером на стенах здесь молдинги вы видите то есть классический прием это лепнина на стенах и на потолке но так как наш интерьер современный мы убрали лепнину с потолка не стали ее там делать оставили только на стенах дань традиции дань классическому дизайну но не удержались и применили современные фишки например вот здесь в углу вы видите как молдинг переходит с одной стены на другой это тоже зрительно увеличивает пространство потому что как бы раздвигает его я бы еще обратил внимание здесь настроенные светильники которые по всей квартире вот вы видите их вот эти вот вот эти вороночки это светильники сейчас я зажгу чтобы было видно вот так вот они работают выглядят очень эстетично то что это светильники не очень видно и создают от освещения такой интересный эффект но вообще они нам нужны для общего освещения комнаты это очень важно когда вы проектируете и когда делаете дизайн предусмотреть общее освещение комнаты конечно же есть люстра конечно же есть люстра которая дает нарядный свет яркий когда здесь мы можем сесть на диване попить кофе например ну пройдемте на кухню здесь же из гостиной у нас вход на кухню кухня изначально небольшого размера потому что вообще сама по себе квартира небольшая как мы ее увеличили вообще полезную площадь кухни во первых мы поставили высокие шкафы вдоль всей стены помните я вам в прихожей показывал место где мы замуровали вход так вот сейчас здесь стоят холодильники вот это холодильники а раньше здесь был вход и когда мы убрали вход это позволило нам увеличить кухонную гарнитур и смотрите как симпатично получилось дальше у нас высокие шкафы перетекают в рабочую поверхность мойка варочная поверхность и вот это вот место как раз получается для нарезки там для какой-то готовки и дальше она перетекает в остров но этот остров является обеденным столом поэтому он высокий и для того чтобы за ним было удобно сидеть вот такие вот высокие стульчики с очень красивым с очень нарядной изысканной обивкой то есть если ее поближе рассмотреть то очень она классная кресло очень удобный сидеть в них прямо ну вот классно вот прям удобно сидеть можно ножки даже вот свои поставить на подножку ножки на подножку и вот пожалуйста мы сидим общаемся четыре человека сюда совершенно спокойно помещается но главная фишка этого пространства это цвет и фактура начну издалека во-первых обратите внимание какой фартук это не только фартук вся стена выложена вот этой плиткой это мозаика к на елочкой и она поддерживает елочку на полу потому что паркет у нас уложен елочкой здесь елочка крупная здесь елочка мелкая это очень важно когда вы составляете дизайн нужно смотреть на орнаменты какие у нас орнаменты на этом фоне это у нас фон красивый но фон сам кухонный гарнитур он у нас трех цветов во-первых серый который уходит в тень и должен сливаться с артука и есть навесные шкафы и шкафы подстолья которые шкафы снизу они серо-голубого цвета это нужно для того чтобы сделать оранжевый цвет ярче этот цвет меди который будет при разном освещении по-разному переливаться очень красиво очень нарядно дает теплоты этот цвет солнца можно сказать выглядит очень здорово и все это поддержано вот этими великолепными светильниками здесь группа из шести штук висит прямо над столом и когда мы выключаем весь общий свет оставляем только эти светильники посмотрите какая создается атмосфера камерная но вечером здесь сидеть с бокалом вина будет одно удовольствие какое они дают мягкий теплый свет это просто фантастично именно вот эти светильники именно на этой кухне дают именно такой свет получилось очень вкусно а я иду дальше показывать вам всю оставшуюся квартиру я напоминаю что эта квартира двухкомнатная она для двух человек поэтому есть общее пространство которое я вам сейчас показал это прихожая это гостиная и кухня а сейчас мы пойдем в приватную часть это спальня но прежде чем туда попасть я вам покажу гостевой санузел который конечно же здесь есть и несмотря на то что здесь живет два человека здесь есть два санузла это очень важно ну например пришли гости извините а куда им ходить в туалет но не в личные же хозяйский правда ведь поэтому есть гостевой он же по стирочным вот здесь вот встроена стиральная машина под столешницу есть раковина естественно хранение и яркий насыщенный цвет ну знаете чтобы зашел в санузел в принципе ты же и не долго здесь находишься и не часто заходишь зашел получил дозу цвета выдохнул и вышел потом эта дверь в спальню она скрытого монтажа цветом таким же как и шкафы чтобы не выделяться не бросаться в глаза заходим и попадаем вот в это вытянутое пространство раньше здесь был коридор вот это был коридор здесь была дверь и мы убрали это сделали спальню визуально больше здесь вы уже обратили внимание стеклянные перегородки дальше я объясню что это такое ну а пока смотрим это шкаф шкаф шпанированный я обращаю внимание никакого дсп именно шпон он дает очень приятное ощущение когда его трогаешь когда на него смотришь прямо видно что это натуральное дерево ни одно дсп не заменит этого ощущения поэтому если есть у вас возможность и средства то тратить их на натуральное дерево это совершенно другая атмосфера уверяю вас шкаф во всю стену и такое ощущение что он загибается и идет 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 до конца кажется что это целая стена из дерева когда вот таким образом шкаф загибается то пространство как бы увеличивается поэтому вот такой прием я вам рекомендую использовать в своих интерьерах дальше после этого шкафа у нас идет кровать обратите внимание на изголовье она мягкая облокотиться нам всегда будет удобно это во первых во вторых это красиво в третьих это дает хорошую звукоизоляцию это же классная звукоизоляция в спальне это очень важно вы понимаете друзья что и еще четвертый момент о котором я уже говорил посмотрите на эти вертикальные вытянутые валики это тоже сделано неспроста так вот этот вытянутый рисунок дает нам ощущение того что потолок выше чем он есть на самом деле то есть мы добавляем много вертикальных деталей на шкафу смотрите то же самое между шкафом и мягкой панелью узкая вставка и зеркало это зеркало но с таким специальным состаренным эффектом и со специальным добавлением цвета если мы бы простое зеркало поставили то был бы эффект такой знаете ну простоты что она бы простила весь интерьер такое зеркало делает конечно ощущение интерьера более богатого более насыщенного здесь в спальне шторы конечно же шторы мы можем за шторе и получить интимную темную обстановку это важно спальне конечно есть банкетка на которую мы можем покрывало бросить или одежду телевизор вокруг телевизора у нас здесь будет композиция из различных картин и таким образом мы скроем этот телевизор рекомендую такой прием потому что черный телевизор на светлой стене ну блин это фигня какая-то какая-то черная дыра посередине стены кстати чтобы скрыть телевизор мы не только картинки развешиваем мы еще нарисовали специально вот этот квадрат темный который снизу во первых она обозначает место там где телевизор то есть это такая такой своеобразный комод у нас с помощью цвета мы его нарисовали то есть скрываем телевизор как бы добавляем мебели как бы добавляем объема то есть это у нас вот такие интересные цветовые ходы ну и пойдемте дальше я вам сейчас покажу что за стеклянные двери кстати закроем к а то вдруг гости пришли мало ли чего сейчас когда мы закрыли двери мы с вами оказались полностью в своем личном пространстве где есть спальное место где есть шкаф где вы можете переодеться и что важно есть своя ванна и за этими стеклянными перегородками ванная комната друзья ну посмотрите здесь есть все что необходимо встроенный унитаз конечно же так что если вы захотите ночью пописать далеко бежать не надо душевая кабина очень удобная между прочим в ней есть большой диск есть на шланге можно себя вот таким образом вот везде можно достать везде везде достать можно а если хотите эффект дождя пожалуйста принял душ и можно умываться смотрите какая классная раковина какая большая столешница все можно расставить еще место подвазу с цветами останется какое большое зеркало кстати вот эта подсветка не работает вот это должно гореть сейчас пойдем включим автоматы очень много мест хранения а посмотрите какие насыщенные цвета как они друг с другом играют и это все делает интерьер насыщенным и богатым мы очень любим работать с цветом мы очень любим включать яркие пятна в интерьер это всегда выглядит здорово сочно и это никогда не наскучит и никто не говорит что это как-то дико что вы как такой яркий цвет как вы можете его применить как я тут буду жить да спокойно заказчики кайфуют вообще зашли какая красота ну смотрите здорово же какой сценарий может быть вот вы с работы пришли вот вы с работы пришли зашли в гардероб сняли пиджак одели халат нет пока не одели пока просто без всего идете обратно в ванную не выходите туда к гостям зашли приняли душ умылись вышли обратно одели халат и уже выходим после этого гостям вот как должно быть друзья вот так вот должно быть вы должны думать о том как будет организована ваша жизнь как вы будете проживать в квартире и поэтому очень важно делать правильную планировку должно быть продуманное общее пространство должна быть продуманное прихожая должна быть мастер спальня удобная для родителей и еще должна быть отдельно территория для детей про это будет отдельный рассказ ну а пока наслаждайтесь видами этой квартиры круто две кита рожи красные детей собрались пугать статистик и ужасно вот это похож на фантомаса до которого под жизнь потрепала короче